Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня, 3 мая, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Зарубежные производители семян и пестицидов уходят из России. Депутаты Госдумы просят отменить пошлины на зерно и подсолнечное масло. Кубань рискует потерять 40% урожая зерна. Эти и другие новости далее в выпуске. На прошлой неделе еще две иностранные компании заявили, что покинут российский рынок. Это немецкий химический концерн БАСФ и американская компания Картева, которая поставляла в Россию семена кукурузы, подсолнечника, рапса и сорга под брендом Пионер, а также ряд средств защиты растений. Обе компании еще в марте существенно сократили свою деятельность в России. Теперь они планируют полную остановку предприятий. БАСФ уточняет, что сделает исключение только для бизнеса по поддержке производства еды. Таков дословный перевод с английского пресс-релиза компании. В СМИ мы встречали версию, что речь идет о производстве пищевых добавок, но допускаем, что пестициды тоже могут относиться к этой формулировке. Картева Агрисайенс в последнее время прилагала много усилий для того, чтобы локализовать производство семян в России. Выращиванием гибридов и подготовкой посевного материала занимались предприятия в Белгородской области, в Ставропольском крае. В конце прошлого года Картева с гордостью отмечала, что ей удалось увеличить площадь участков гибридизации на 40%. Обе компании тратили немало средств на освещение своей деятельности в СМИ, однако нам не удалось найти информацию, какую все-таки долю они занимали на российском рынке. В середине апреля, напомним, также прекратил свою деятельность в России производитель пестицидов FMC, который тесно сотрудничал с французским поставщиком семян Лимагрейн. В частности, вместе они предлагали подсолнечник по технологию Экспресс. Группа сенаторов и депутатов Госдумы от Краснодарского края обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по поддержке агропромышленного комплекса. Парламентарии указывают, что нужно как можно скорее отменить или снизить ставки экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло, зафиксировать цены на удобрения до конца года и добиться того, чтобы они были реально доступны фермерам, ввести мораторий на повышение цен на электроэнергию, газ, дизельное топливо, а также отменить стопроцентную предоплату за потребляемую электроэнергию. Сельхозпроизводители совершенно обоснованно требуют поддержки в современных условиях, так как удорожание ресурсов для производства продукции аграрного сектора может привести к резкому удорожанию продуктов питания, говорится в письме. Обращение к Мишустину подписали 16 депутатов и 6 сенаторов. Новость из Краснодарского края, которая коснется всей России. 22 апреля в Абинском районе Кубани обрушилась плотина Федоровского гидроузла. Это сооружение обеспечивало водой более 65 тысяч гектаров рисовых чеков. Получается, что в главном рисосеющем регионе страны, а на Краснодарский край приходится около 80 процентов сбора риса. Половина площадей в этом сезоне может просто выпасть из оборота, потому что альтернативного источника водоснабжения нет. Сев риса должен был начаться в мае. Региональные власти делают все возможное, чтобы устранить поломку. Сейчас на гидроузле сооружают временную дамбу и надеются, что она позволит дать воду до 25 мая. В противном случае хозяйство не успеет посеять культуру. Рисоводы, с которыми говорил Агробок, признается, что Федоровский гидроузел давно требовал капитального ремонта. Сооружение было построено в 67 году и срок его эксплуатации давно истек. Из-за этого случались сбои. Например, прошлой осенью шло много дождей и уже готовый рис стоял в воде, потому что не работала сбросная система. Это сильно усложнило уборку. Удивляет, что правительство России в принципе готово поддерживать орошение. Есть субсидии на технику, на полив, но при этом, по крайней мере у нас на юге, существует вечная проблема с источниками воды. Реки, заилины, гидросооружения требуют ремонта, но в этом направлении особенно активной деятельности мы не видим. А потому каждый год хозяйства нервничают, гадая, сколько воды им позволят забрать на орошение. С горем пополам Кубань пережила 2020 год, когда Краснодарское водохранилище просто пересохло. К счастью, сейчас идут дожди, но наступит лето, жара и в сельских речках снова рыба начнет всплывать кверху брюхом. Ну а что касается риса, то здесь аналитики говорят, дефицита не будет, потому что у нас есть большие запасы, а в крайнем случае крупу можно импортировать. Россия совершенно точно продолжит практику квотирования экспорта удобрений. По результатам заседания Госсовета по вопросам АПК Владимир Путин поручил правительству продлить квоты до 31 августа текущего года, а также предусмотреть в законодательстве ежеквартальное пролонгирование этого механизма. Кстати, на прошлой неделе Минпромторг в очередной раз пересчитал количество удобрений, которое можно поставить за рубеж или оставить в России. Ведомство предлагает в третий раз с начала года увеличить квоту на экспорт, добавив дополнительные 435 тысяч тонн на карбамид. Напомним, что изначально на поставки за рубеж было отведено 5,9 миллиона тонн для азотных удобрений и еще 5 миллионов 350 тысяч тонн для сложных удобрений. В январе квоту на экспорт карбамида увеличили на 280 тысяч тонн, объяснив это тем, что Акрон запускает новые мощности. В середине апреля квоту во второй раз пополнили 231 тысяча тонн было добавлено к азотным удобрениям и 466 тысяч тонн к квоте на сложные удобрения. Роспотребнадзор разрешил предприятиям торговли до 1 июня продавать хлеб без упаковки. При этом магазины должны предусмотреть меры профилактики инфекционных заболеваний. Например, предлагать покупателям фасовочные пакеты, щипцы для хлебобулочных изделий или одноразовые перчатки. Решение было принято после того, как министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании в правительстве указал на удорожание упаковки почти по всем категориям продуктов питания. Он попросил Минпромторг представить предложение, как можно заместить выбывающую с учетом санкции упаковку на российские аналоги. На заседании также было предложено продавать хлеб и овощи в торговых сетях без упаковки, чтобы снизить издержки производителей. Среди упомянутых поручений, которые дал Владимир Путин, правительству было и такое – обеспечить ежегодный прирост АПК не менее чем на 3%. По иронии судьбы, буквально на следующий день появилось сообщение от Росстата, где уже в марте сельское хозяйство выросло на 3%, тогда как в январе и феврале рост составлял около 1%. Мы заглянули в отчет Росстата и выяснили, что этот прирост был обеспечен в основном за счет животноводства. Так, в марте в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы выросло почти на 10%, производство молока на 16%, яиц на 16,7% по отношению к февралю. И вот еще интересный факт о российском животноводстве. В промышленном секторе, то есть в сельхозорганизациях, производство говядины составляет менее 10%, если считать от всего выпуска мяса. В основном комплексы производят свинину и мясо птицы. Поголовье КРС в промышленном секторе в марте сократилось на 2,3%, в том числе коров на 1,5%. Отметим, что 39,6% поголовья КРС в России приходится на личные подсобные хозяйства. Жизнь в селе стала настолько прекрасной и удивительной, что теперь правительство России вынуждено доплачивать не только тем медикам, которые переедут из города в деревню, но и тем, кто просто вернется на малую родину после обучения. Такое решение закреплено в постановлении правительства от 22 апреля 2022 года номер 739. В рамках программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», студенты-медики, выпускники медицинских колледжей, а также уже состоявшиеся врачи, которые вернулись работать в свои населенные пункты, смогут получить единовременные выплаты. Врачи по 1 миллиону рублей, фельдшеры, акушерки и медсестры по 500 тысяч рублей. Если населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенсации будут увеличены в полтора раза. Для Дальнего Востока, Крайнего Севера и регионов Арктической зоны выплаты составят 2 миллиона рублей и 1 миллион рублей соответственно для старшего и младшего медицинского персонала. Как и прежде, в обмен на эти деньги медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, в котором пропишут свою обязанность отработать в сельской местности не менее пяти лет. В правительстве рассчитывают, что так можно будет решить проблему с дефицитом кадров на селе. Ну а что касается остальных вопросов дорог, нормального электричества, воды, газа, которые также необходимы, чтобы люди оставались в селе, работали, жили там, то эти вопросы, в общем, тоже обещают решить. На днях, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение других депутатов добавить финансирование на государственную программу развития села. Вот, правда, объем финансирования он не уточнил. Что касается конкретных цифр, конечно, это необходимо дополнительно обсудить с профильными министерствами, объяснил Вячеслав Володин. Кстати, эту новость пресс-служба Госдумы, ну, видимо, по незнанию, сопроводила фотографии недружественного ныне Джон Дира. Друзья, вы там учтите, что теперь можно публиковать снимки только красных, белокрасных или белосалатовых комбайнов, которые все еще поставляются на российский рынок. На этом все. Закончить выпуск мы хотим приятной для нас новостью, к которой вы тоже имеете отношение. Дорогие друзья, благодаря вашим донатам мы смогли приобрести оборудование, которое нам давно было нужно. Это радиомикрофоны, которые очень нужны при записи разных полевых видео, дни и поля и прочих репортажей, которые мы ведем на выезде. Теперь вы сможете смотреть видео и в хорошем качестве, и с хорошим звуком. Мы благодарим всех, кто ставит лайки и тем самым помогает продвигать наш канал. Всем, кто пишет в комментариях отзывы. Всем, кто подписался на наш телеграм-канал. И по-прежнему, если вы хотите помочь нам, то это можно сделать при помощи кнопки под видео. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!